добрый день с вами дергачев inside пожалуйста все кто присылает нам донаты присылайте все кто не присылает попробуйте это сделать потому что только благодаря вашей помощи мы продолжаем оставаться независимым каналов сегодня у нас разговор с максом бакаем активистам бывшим политическим заключенным который наиболее известен по земельным митингам казахстане макс добрый день добрый день вадим всем добрый день спасибо макс вот а сразу хотел сказать сколько лет тебе пришлось провести в заключении неполные пять лет там четыре года и около там девяти с половиной месяцев что-то такое а на сегодняшний день у тебя остаются какие-то ограничения которые тебя ну так или иначе вот регламентирует по приговору который в 16 году был оглашен значит три года после выхода из заключения я не могу заниматься общественными делами там фактически запретили заниматься любыми общественными делами даже я не могу участвовать допустим работе кооператива я не могу допустим работать в общественной организации даже в качестве полотера условно говоря если какая-то общество меня пригласит полотером работать это запрещено по закону могут опротестовать конечно это у нас используется до определенного момента когда это будет необходимо они используют вот они могут прийти в общественной организации ну и там каким образом их наказать там за то что они не взяли на работу этим самым полотером ну и восемнадцатом году кодекс уголовный исполнительный кодекс внесли значит изменения которые глачат о том что людям он бывшим наказания по определенным преступлениям после выхода из тюрем и лагерей после то есть обувания наказания устанавливается административный надзор ну там на счету вообще говоря я сейчас не полный список но основные эти категории это значит терроризм экстремизм члены опб организован преступную групп педофилы ну и там еще есть как вы еще потом еще есть какие-то там категории бывших осужденных о котором ставят административный надзор как мне поставили административный надзор автоматом называется на три года было сейчас ты конечно по этому поводу по специальный суд моего попытались решение суда опротестовать его примерно 24 года таким образом значит административный надзор он заключается в том что я не могу выехать из города без разрешения полиции не могу выходить из квартиры где я живу 22 00 до шести утра начну как я сказал я не могу работать в общественной сфере я даже я не могу давать интервью площадь и гуэ там таза я даже могу давать интервью я не могу высказывать свои мышцы публично в общественных местах вот прям так и написано публичного честного устах не запрещено но я сразу же сказал что я с этими решение суда не согласен окно допустим подставлять своих коллег прошу типа взять меня на работу конечно это некрасиво конечно не могли бы кто-то там даже не смотря на эти риски взять меня на работу чтобы быть поддержать вот но я конечно на это не иду вот допустим тем полицейским которые приходят ко мне в вернее когда в самом начале я им сказал молодые ребята я встал ребята так и так вы даже не пытаетесь меня заткнуть рот даже в тюрьме не молчал поэтому давайте договоримся так я значит буду говорить и буду делать все что я считаю для себя нужно если как говорится вы посчитаете вы либо отправил это же сверху приказа идет там к нб там кто там у всех поколе курировать мою личность там наверху и вот по так сказать по приказу кого-то из сердца там из к нб или там я не знаю кому из каких-то там днев органов власти эти ребятишки полицейские приходят ко мне допустим и говорят вы макс нарушили то тут вот и мы договорились вернул как все договорились я сказал давайте договоримся так вот если вам такую приказ даю придите ко мне вам должно быть на руках уже оформленные какие-то документы акты там протоколы и в подпишу а то пойдем в суд и как говорит посудяю мы решим вернее там буга решится что будет дальше зачем его прибегать заламывать и мне руки оскорблять меня тем более мне это тоже не нужно оскорблять вас кричать на вас там но говорю я единственное чем говорю ваш могу как говорит успокоить чем могу успокоить я не буду находить из дома 20 до 6 ну без острой необходимости я говорю не молодой такой парень который по ресторанам и нашим клубом сейчас уже не те времена не те годы и не бойтесь что я уеду из города без разрешения в конце концов если я допустим куплющим билет в алмату меня могут снять с рейса мало того что вот все это там еще эти нервные все эти переживания так еще и деньги там за билет горят мне тоже это особо как будет не принесет радости пришли такая поездка вот так пока и живем скоро будет через пару месяцев будет два года как я вышел из зоны вот так пока и живем скажи пожалуйста на что ты живешь то есть каким образом ты зарабатываешь на вот свое существование сейчас я сейчас нигде официально не работаю я живу на той помощи которую мне оказывают мои родные мои друзья только так я официально не получаю заработную плату я живу как бы ну слава богу конечно тоже небольшого решения у меня нет детей чтобы как говорит сейчас заботится там о пропитании ежедневном детей нет у меня таких этих проблем допустим по здоровьем что допустим там говорится каждый день принимать лекарства стоимость этого по 10 тысяч тенге действовать и такие люди и поэтому мне проще понятно я хочу процитировать вот опять же цитату которую я нашел у тебя в фейсбуке когда ты скажу напомнил о том что говорил украинцам фрэнсис фукуяма американский философ да то есть он говорил что вам нужно перейти от критики власти и изнутри заставить правительство упрowser правлять странной потому что вы не можете делать все оставаясь исключительно в гражданском обществе гражданское общество может быть старжевой собакой может заставить правительство быть подотчетным но не может управлять страной я уверен что для этого активисты гражданского общества должны сделать этот шаг и стать инсайдерами, то есть они должны стать политиками. Вы должны быть готовы, что ваши руки будут грязными, что вы будете вынуждены идти на компромиссы и делать многие вещи, которые делают люди во всех правительствах во всем мире. Я понимаю, что у гражданского общества существует устойчивое мнение, что все политики плохие, что правительство плохое, мы единственные, кто можем соблюдать нашу чистоту, чтобы присматривать за ними. Но с таким подходом вы никогда не получите успешное правительство. Если есть люди, которые хотят что-то изменить, они должны пойти в политику и сделать это сами. То есть такая длинная цитата. Ну вот получается, что следуя этой цитате, как раз ты в декабре попытался зарегистрироваться в качестве кандидата на выборы в Сенат. То есть ты пытался, скажем так, напрямую пойти в выборный орган. Но, ссылаясь на непогашенную судимость, ты эту регистрацию не прошел. То есть какой вот у тебя мотив был, когда ты попытался зарегистрироваться на эти выборы в Сенат? Ну, вообще надо сказать, что я полностью согласен со словами, в данном случае, Фрэнсич Рукьямль. И надо сказать, что, в общем-то говоря, то, что он высказал, для меня не секрет. Было известно даже до того момента, когда я прочел эти слова. Допустим, в 2011 году я подал свои документы на выборах, объявленных в 2011 году, на выборы Маслихаты. Вот где-то в начале декабря уже началась официальная кампания по выдвижению кандидатов. Вот если помнишь, Вадим, в то время еще закон позволял гражданам Казахстана быть самовыдвиженцами. И я воскользовал этим правом. И 19 декабря, меня даже, кстати говоря, зарегистрировали, надо сказать, что меня зарегистрировали, но 19 декабря, когда мы все узнали, что произошло уже на Узине, я собрал людей около Казпочты, Центрального офиса Казпочты, чтобы люди могли подписать письмо, которое было адресовано Генсеку ООН, секретаря ТОБСЕ, наши органы власти с требованием разблокировать Жан-Аузен, чтобы остановить весь этот беспредел, который мы все увидели по Ютьюбу. И буквально через пару дней, пару-тройку дней меня лишили регистрации. Вообще говоря, скорее всего, меня бы лишили регистрации, даже если бы я и не собрал бы людей. Это, по всей видимости, каким-то образом уже все это отрегулировано. Потому что на выборах 16-го года, когда также еще действовала норма о том, что граждане Казахстана имеют право выдвигаться, я также выдвинул свою кандидатуру на выборах в Маслихад, в наш отростки Маслихад. И меня также зарегистрировали, но через несколько дней меня лишили регистрации. В обоих случаях, кстати, они указали причину, что я неправильно заполнил декларацию о налогах, о каких-то своих доходах. Пытался я все это, конечно, опротестовать, но как бы все это бесполезно было. До верховного суда я не доводил, но, по крайней мере, до отличенной ситуации довел. Ну, вот сейчас, допустим, если про 16-й год вспомнить, они мне предъявили, что я не указал счет Казкомерной банки, который уже был закрыт. Сейчас вот смешно, и Казкомерной банка нет, а на тот момент мне предъявили, что я не указал счет, который закрыт. Ну, это нонсенс, да, вот я вообще думаю, что ни для кого это, как говорится, не секрет, как у нас все это делается. Кстати, в 16-м году там около 300 человек, независимых кандидатов на СССР, и по всей стране также были решены регистрации. И вот, значит, теперь конкретно к вашему вопросу, к твоему вопросу, Вадим, всегда вот, когда я какую-то возможность вижу, допустим, сделать что-то, ну, я пытаюсь использовать эту возможность. Почему я два раза повторил, что в 11-м году, в 16-м году была возможность у граждан Казахстана подавать свои документы для регистрации в качестве кандидата. Дело в том, что в 18-м году закон о выборах внесли изменения, и граждан Казахстана решили право, просто так и решили право быть самовыдвиженцем. То есть вот с 18-го года по нынешний год закон о выборах гласил, что кандидатом в махихаты может быть только выдвиженец в политической партии. То есть вот если вы не член политической партии, если я не член политической партии, нам быть депутатом в махихаты невозможно. Ну, где-то еще, там, я уже не помню, там, уже лет 7-8 назад, уже попок, даже, даже больше, даже лет 10 назад, такую же норму, а в открытии быть самовыдвиженцем, сделали для мажлица. То есть мы теперь, вот, с 18-го года по нынешний год, пока не изменили, граждане Казахстана вообще не могли быть самовыдвиженцем. Ни в местных органах власти, ни в Центрадах. И вот, пожалуйста, да, вот, в прошлом году, кстати говоря, я от имени аппаратских активистов подавал суд на Тукаева, на Нигматулина, на Ашимбаева, как раз-таки для того, чтобы вернуть это право. Ну, понятно, дело, в прошлом году суд оставил мой иск без рассмотрения. Ну, они, там, значит, сослались опять на какие-то, там, неточности, ну, и вот отказался суд оставил не рассматривать. Я давал интервью в прошлом году весной, когда, как раз, перед подачей исков, чтобы объяснить свои действия, я давал интервью Мирасулу Мухамедову, и вот я тогда сказал, ну, эти, Тукаеву нужно воспользоваться вот этим иском. Вот мы знаем, что, допустим, Татьяна Крятковская в свое время подала там в Конституционный суд и распустили парламент. Просто взяли парламент и вместе с этими Маслихатами распустили. Вот прецеденты были, у нас в Казахстане прецеденты были. И, в конце концов, надо выпускать пар из общества, какой-то пар надо выпускать. Вот если бы я в этом интервью говорил, не патистически, если Тукаев пойдет на то, чтобы призвать право граждан Казахстана выдвигаться в Маслихаты, то выборы в Маслихаты можно было бы повести осенью 21-го года. И вот тогда, возможно, хантар не случился бы. Тогда все бы гражданские активисты попытались бы каким-то образом пойти в Маслихаты, если бы отклонили бы результаты выборов в января 21-го года именно по Маслихатам. Вот я все это говорил в интервью весной 21-го года. Вот, что имеем, то и имеем. И сейчас мы, к сожалению, Тукаев и вообще вся наша государственная машина работает за пандованием. Представляете, что это такое? Они только в этом году дали возможность, только после контакта кровавых событий, дали возможность граждан Казахстана быть самовыреженцами и в Маслихате, и в Маслихате. Опять же, возвращались внутренне, что я пытаюсь воспользоваться всеми возможностями, когда они есть. Ну, тут тоже надо добавить, что разговоров, допустим, с государственными служащими, с разного ранга, акиматовские, министерские, мне приходилось слышать, вот, Макс, вы можете только критиковать. Сами вы брать ответственность не хотите. Вот, как вот, ты процитировал Фукуяму? Да, да, да. А, да, вот, хотите оставаться частенькими, да? И вот я просто не даю возможность всем этим государственным служащим говорить о себе подобные вещи. Ну, вот скажи, смотри, то есть в этом году тебя не допустили, потому что у тебя непогашенная судимость, да? То есть там, ну, вот, 23-й год пройдет, 24-й год, то есть ты будешь выдвигаться куда-то, да? То есть и вполне вероятно, что, например, ты пройдешь в Сенат, либо пройдешь в Можилис. Какая цель, вот, то есть, что, какие цели ты ставишь перед собой, войдя вот в этот орган? То есть что ты там будешь делать, прежде всего? Ну, в данном случае надо понять, что такое политическая система, да? Политическая система – это общая распространенная такая формулировка, дефиниция, вернее. Это механизм, посредством которого импульсы, исходящие от общества, переводятся в политические акции, политические действия какие-то, да? Ну, в данном случае они, допустим, превращаются, если говорить про законодательные органы власти, они превращаются в законы, в нормативные правовые акты. И вот смотри, Вадим, да, вот, если я говорю, что, условно говоря, вот я вышел на улицу и говорю, почему во дворе, там, допустим, разбитый асфальт, да, вот, я могу кричать, я могу долго кричать, я могу там целый год кричать об этом там в своих социальных сетях, и, может быть, через год, Аким, как бы, этого города, где я живу, когда которому надоест мое, как сказать, это завывание, вон, возьмет и прикажет, давайте, сделайте во дворе, там, нормальные асфальтовые, там, площадки, не знаю, дорожки и так далее. Но это вот частный случай, да, вот, я могу пройти в соседний двор, и там этот, если нет такого человека, как я, допустим, который кричит об этом целый год, возможно, там этот асфальт разбитый будет так и 10 лет избежать разбитый в ручьину. И вот для того, чтобы создать систему, чтобы без вот этих вот завоеваний, вот асфальт, он там должен быть, даже на этом, может, деньги выделили, вот просто эти деньги на асфальт съели, разворовали. Скорее всего, так оно и есть, вот, в большинстве случаев у нас, скорее всего, оно так и есть. Вот для этого вот эти люди, которые имеют, ну, склонность к какой-то общественной работе, они должны идти в эти самые законодательные органы власти. Если говорить, вот, допустим, вообще, вот, о государстве, политическая деятельность, это, как сказать, да, это ничего человечество лучше еще не придумало. Вот, конечно, можно было бы условно там, да, вообразить, что лет через сто появится какой-то суперкомпьютер, вот сейчас вот все увлечены там, да, вот этими идеями, там, искусственного интеллекта, будет стоять какой-то там хиперкомпьютер там в центре каждой области, там, в центре каждой страны, и который будет рассчитывать, да, что нужно ко мне, куда надо, сколько денег отправить и так далее, и так далее. Ну, я думаю, что это, во-первых, время придет нескоро подобного, как сказать, компьютера, во-вторых, я думаю, что в любом случае, без вот этой самой политической деятельности живых людей... Развитие невозможно. Ну, опять же, да, мы сейчас угнем какие-то философские дебри, но, тем не менее, когда Илон Маск хочет лететь на Марс, да, а мы не можем добраться до поселка, там, в 200 километрах от, допустим, какого-то областного центра, вообще, о чем можно говорить? Вот, чтобы хотя бы вот эти вот вопиющие вещи просто из нашей жизни убрать, вот, знаете, знаешь, Владимир, вот, Матрам до 2000-х годов, ну, это проблема водоснабжения, это была ужасная. Вот я жил на четвертом этаже, мы носили воду на четвертый этаж, и питьевую, и техническую воду, мы носили воду, значит, вот, каждый день. И это так жил, наверное, половина города, наверное, так жила половина города. Вот, о чем вообще говорить, да, вот, о чем говорить, если вот элементарных каких-то вещей мы не можем сделать. Ну, эти бастусы вот недавно, ну, мы видели, что это бывает, оказывается, это хорошо, действительно, у государства есть деньги, ресурсы какие-то. А вот, допустим, вот этот Бейрут, где вот этот вот взрыв состоялся пару-тройку лет назад, и так они и живут в разрушенном городе, просто страна бедная, как они и живут, люди бегут из страны. Ну, я хочу в этой стране жить, я хочу в этом городе жить. И поэтому я пытаюсь что-то делать. А для того, чтобы усилить свои возможности, надо идти в государственный орган. Вот как Пакуянов сказал, надо идти в государственный орган. Вот, ну, вполне конкретные сейчас действия происходят, да, вот блок Алтынши-Кантар, вот декабрьское заявление Динары Игеубаевой, Айнура Ильяшева, Думана Мухаким-Мектарим, которые собрались идти на выборы в Можилис по одномандатным округам. То есть вот мотив на самом деле тот же. Возможно, что вот кто-то из них, или они все вместе пройдут, да, то есть в Можилис по одномандатным округам. Смогут ли эти люди, которых ты прекрасно знаешь, да, смогут ли эти люди, смогут ли твои единомышленники, то есть люди вот, которые думают и действуют так же, как и ты, взаимодействовать с людьми, которые сегодня находятся в Можилисе, в Сенате, в правительстве. То есть возможно ли взаимодействие, то есть вот желание же есть пройти и получить часть власти, но система старая, насколько возможно взаимодействие, вот, скажем, новых людей в старой системе? Мы надеемся, что все-таки взаимодействие возможно. Вообще, конечно, вот эти вот январские кровавые события действительно потрясли всех. Никто не думал, что, особенно после Жаного Зена, что будут стрелять, никто не думал, что будут стрелять убитые сотни людей. Сам Токаев, верховный руководитель государства, призвал стрелять без предупреждения, но это какой-то вообще, это кошмар какой-то, да? Никто не предполагал, что все вот так вот оберегает. Для меня тоже это был шок. Все, когда я все по официальным сетям узнал, что произошло в Алматы, в других городах, где были большие жертвы, вот, я так понимаю, что один твой вопрос, наверное, связан и с этими событиями тоже, как, допустим, можно взаимодействовать, если вот люди, являющиеся гражданами одного и того же государства, стреляют, ну, остреливают своих сограждан. Ну, что произошло потом, когда там пытали утюгом, тоже вообще это было, вообще, абсурд такой-то, да, там, вот, я не знаю, там, действительно, как это можно было людей пытать утюгом, там, я не знаю, там, какая была вообще необходимость этого. И вот, я понимаю, подоклёг к твоему вопросу, но, всё-таки, я надеюсь, что взаимодействие возможно, ну, до, надеюсь, гражданской войны у нас в стране дело не дойдёт. Ну, опять же, да, опять же, взаимодействие, ты говоришь, в стенах, допустим, парламента, ну, конечно, мы ещё не знаем, вообще пройдут ли парламент независимые кандидаты. Надо ведь тоже признаться, что у нас есть того, это, ну, люди, не то, чтобы там, с радикальными какими-то взглядами, но с очень-очень резкими суждениями, ну, и действительно, имеющими основания для такого суждения, с резкими суждениями о том же самом Токаеве, там, о правительстве вообще в целом, и так далее, и так далее, о власти. Ну, если, наверное, устойчивее пропустят, но вот те, кто, допустим, я, не считаю себя радикалом, хотя у меня сейчас официально не, как говорится, ярлычок, что я экстремист, я-то был остужден по экстремистской статье, я нахожусь в этом самом списке экстремистов, вот, я себе не считаю экстремистом, не считаю радикалом, я считаю, что я могу найти общий язык с нормальными людьми, по крайней мере, до сегодняшнего дня мне действительно удавалось находить общий язык, и я считаю, что все-таки в эти, знаешь, в один, да, все-таки возможно, ради достижения каких-то общих целей вам нужно пойти и на уступки, нужно пойти на уступки, и взаимодействие, оно вполне возможно. Ну вот, может ли это спасти ситуацию, да, потому что я вот хочу еще одну, скажем так, цитату из твоего поста привести, а вот о том, что ты говорил, «Как показывает наша история, народные протесты большей частью происходят по происшествии некоторого времени после выборов. Так было с земельными митингами, прошли в апреле 2016-го, хотя за месяц до них состоялись выборы в парламенте Маслехат. В январе 2021-го года опять выборы, опять тишина, народ вышел на улицы только через год. В целом это легко объясняется, авторитаризм не дает возможности нормально работать оппозицией, при авральных выборах в частности. К тому же КНБ, полиция, прокуратура переводятся на усиленный режим за месяц до выборов. Это длится еще и после дня голосования. Поэтому запаздывающий временной лаг, скорее всего, будет и после вне очередных выборов этого года. То есть вот, ну, исходя из вот этих, скажем, прогнозов, основанных на событиях прошлого, да, то есть вполне можно ожидать еще каких-то выступлений, ожидать на самом деле народных протестов. Вот могут ли, могут ли люди, которые пройдут, ну, при, скажем, предположим, такую наиболее благоприятную, может быть, для всех ситуацию, когда действительно и пройдут по-часть, по крайней мере, активистов и пройдет и пойдет на компромиссы с властью, и власть пойдет на компромиссы с гражданским обществом. Вот. И это позволит снизить напряжение. Вот вообще говоря, это реалистично или все-таки мы с тобой вот такие сидим, мечтатели, и придумываем что-то, что вообще никогда не состоится? Ну, вообще это реалистично. Хотя, конечно, это в истории, наверное, в новейшей истории, в новую историю человечества, наверное, можно там буквально там два-три случая привести, когда авторитарная власть шла на какие-то реформы. Ну, это вот, допустим, Испания, даже последние годы Франко и Швиджет, правления диктатора Франко, это Чили, когда тоже киночат в последние годы начал ослаблять контроль над обществом. Вот. Ну, не скажу, что сейчас, допустим, в Чили установились какие-то сильные демократические ступы, но тем не менее там проходят периодически конкурентные выборы. Ну, еще можно там вот посидеть, как говорится, и вспомнить еще, может быть, пару таких случаев из недавней истории человеческой. Но это, я хочу сказать, все-таки прецедент. Все-таки 21 век, если бы мы жили бы в 19 веке, или даже, может быть, жили бы в первой половине 20 века, можно, наверное, было сказать, знаете, ничего не получится, да? Вот. Ну, смотрите, Вадим, смотри, Хантар, ужасные события, смерть 200 с лишним людей, да? Ну, я не знаю, что еще нужно для того, чтобы сдвинуть наши психологии, вот, и в целом, вот, на таком, как говорят, на основном уровне и у отдельных каких-то там индивидуумов, там, тот же Токаяц, там, не знаю, там, та же Береган Азарбаева, вот, она, вот, они-то, вот, знаете, я люблю эту пословицу, вроде мыло прилюдно не едят, значит, головой, в принципе, в порядке все, вот. Тогда они должны понять, что реформы нужны. Вот то, что я подал свои документы для того, чтобы зарегистрироваться в качестве кандидата депутата Сената, как раз-таки это и показывает, что я, в общем-то говоря, готов прийти, несмотря на вот эти вот страшные преступления, которые произошли в геоларе 2022 года, конечно, допустим, говорить о том, что, придя, допустим, условно говоря, вот я пришел, я, Синап, и с первого дня я там, как говорится, зарегистрировал бы свой законопроект, уже как бы готовый, там, о полном и всеобъемлющем расследовании кандидатских событий, конечно, это не получится, потому что там есть свои какие-то процедуры, просто до этого логови ведут. Ну, просто до такого этапа, чтобы, как говорит, что вот эти вот события растут, конечно, однозначно нет. Ну, вот я уже, еще раз повторю, гипотетически. Ну, а если говорить, вот, допустим, вообще все взаимодействовать, ну, в 2016 году, когда мы здесь провели митинг по земельному вопросу, вот лично я предложил внести в резолюцию митинга хейпс о том, чтобы Казахстане запретили иностранным государствам открывать военные полигоны, для испытаний военной техники, оборудования и так далее. Вот это предложение было сделано лично мной, и я внес это предложение сам. К сожалению, я не увидел, что у нас общество в массовом порядке поддержало это и систематически, планомерно добивалось исполнения этого пункта резолюции НИФК, НИВАТРАУ, хотя у нас тут есть часть территории, которая до сих пор, по-моему, используется в российской армии для испытаний, ни в Караганде, где находится в Карагандеской области полигон Сар-Шаван, ни в Алма-Альмачевской области, где находится полигон Сар-Узик, ни в других каких-то там, ни в Казварде, где там, допустим, падают эти обломки ракет, запускаемых ракет, травят, гептимов, нигде это массового, как я сказал, систематического, планомерного подхода не было сделано. То есть, люди, ну, уже там, по тем или иным причинам это не делают. Ну, вот, если бы, допустим, я оказался бы, допустим, в Можлище, в Сенате, я бы, допустим, вот, то, что я еще в 2016 году предложил сделать, ну, почему бы не поработать вот именно по этому направлению? Это, кстати, тоже заняло бы это ни один день, ни один день, ни один год. Вот, допустим, эти события в Экибастузе, коммунальные проблемы, ну, в общем-то говоря, у нас все политика, да, у нас все политика, тем более, когда мы знаем, что, как, насколько монополинирована экономика, насколько проводились вот эти вот аукционы всякие, там, приватенционные какие-то, все эти, мероприятия, у нас все политика. Ну, давайте, как говорит, политику оставим за скобками и посмотрим чисто на технические какие-то проблемы. В 2013 году мне обратились представители малого и среднего бизнеса от Бастрон, в городе, где я живу, где-то человек 15-20, попросили меня помочь бороться с нашим монополистом Атравской ТЭЦ. На тот момент внесли изменения по, значит, этим тарифам. И так получилось, что те представители малого и среднего бизнеса, которые имели какие-то там магазинчики, кафе, аптеки на первых этажах зданий, многоэтажных, которые запитывались теплом от Атравской ТЭЦ, трехкомнатная квартира, в которой был магазинчик, им приходила, значит, квитанция со счетом 30 тысяч тенге, а за стеной квартира такая же, трехкомнатная, но где люди, обычные люди живут, жилая квартира, они платили на тот момент полторы тысячи тенге. Я видел эти квитанции. Вот они попросили меня, значит, помочь им. Ну, какую высоту? Самый простой высот это децентрализация теплоснабжения. У нас есть газ. Ну, в общем говоря, это сейчас благодаря техническому прогрессу в принципе можно поставить маленькую котельную в том же самом Экибастузе и в Алмате, которая будет там на один дом рассчитана и которая будет отапливаться углем. Даже если нет газа, можно отапливать углем. Ну, там, я не знаю, мазутом, я не знаю, там, есть все, переговоры, прекрасное, есть решение. Ничего не получилось. До такой степени монополизм, монополизация экономики у нас не дает малому и среднему бизнесу жить. До такой степени заберутократизировано все. Власть и бизнес, и крупный бизнес, они сцепились вот настолько крепко друг с другом, что это как действительно две руки одного тела. Ничего не получилось. Просто вообще ничего не получилось. Мы там и пытались и судиться, и, значит, писали, куда только можно писать. И вот я просто два примера очень простых из своей общественной работы привел. Чем бы я мог заниматься в Сенате? Опять же, я повторюсь, эти вопросы, которые я ставил не вчера, там начал ставить, не месяц назад, не год назад. Я их начал ставить пять лет назад, девять лет назад. А есть и другие вопросы. Я уже почти 19 лет работаю в общественной сфере. так что я думаю, что и я, и мои коллеги вдруг, если кто-то пройдет Сенат и Можлист, в общем-то говоря, смогут принести пользу обществу. Если вернуться вот как раз к земельным митингам и к требованиям, то есть, по сути дела, вот последующая земельная комиссия и потом, скажем, решение президента, на тот момент президента Назарбаева, то есть, по сути дела, подтвердила все требования же, с которыми вы выходили на эти митинги. То есть, все требования были выполнены, был мораторий, было заморожено по продаже земли, но вы, тем не менее, с товарищами, скажем так, пошли по этапу. То есть, это вот такой вот диалог с властью. То есть, власть слушает, но при этом сажает. То есть, вот изменение такого репрессивного диалога, оно возможно, на твой взгляд, или нет? Ну, как мы видим, в общем говоря, не особо изменилось с тех пор отношение к власти, вернее, отношение к власти к общественному. Вот, на моем спине изображение двух парней, я обоих не знаю, донатом, оказывается, я дружу в Фейсбуке, но не переписывался, не разговаривал с ним по телефону, с Маргуланом, я вообще, что называется, о нем, о существовании Маргулана узнал из газет, когда его посадили, вот, опять же, пожалуйста, да, несмотря, ни на какие эти, вот, всякие, там, вот, разговоры о том, что якобы они, там, ультра националисты, и так далее, и так далее, я их решил поддержать. Почему? Потому что в стране нет независимого суда в стране затыкает рот всем, всем, буквально, в смысле, всем. Если бы, допустим, у нас была возможность оспорить решение казахстанского суда где-то, скажем, в европейской суде по правам человека, тогда, может быть, я бы дождался бы, как говорят, решения, а потом принимал бы уже свое решение и действовал каким-то образом. И вот я просто хочу сказать, что вот, пожалуйста, вот эти двух парней, там отец пятерых детей, взяли, посадили, отправили там на другой край страны. Я не знаю, да, что, о каких изменениях можно говорить. Ну, а если теперь говорить, ну, когда это закончится, ну, кто его знает, когда закончится. Меня самого могут вот так вот в любой момент прийти и закрыть. А это вот причина. Я так думаю, что, как говорится, только это, они, их что удерживают, допустим, конкретно моих кураторов, там, из аппарата, там, президента, из Чейнбэя, там, и так далее, потому что слишком много шума поднимется. Как я шучу иногда, меня и на Нобелевскую премию мира выжинут, а Назарбаев этого не переживет. И вот боязнь этого шума, боязнь, что опять будет слишком много шума, что будут требования там и моих зарубежных коллег, и гражданскую общество Казахстана, что меня освободили, вот это их и здесь. Но, тем не менее, меня могут просто, в любой момент могут прийти, то, что, надеюсь, там, делать лишнюю дырку в голове, там, это уж совсем крайний вариант, да, чтобы там, выйти в подъезд, мне в голову пробили, хотя я и это допускаю, вот, в целом, пока вот так и будем жить, так и будем жить, потому что нет независимого суда, гражданского общества, слабое, тухаешь, в общем-то говоря, вот он сейчас переродился в Ельбасе номер два, как мы видим, и вот пока будем так жить. Макс, смотри, вот начинается 23-й год, вот, дай, пожалуйста, прогноз, я не знаю, пессимистичный, реалистичный, какой он у тебя получается, или какой-то фантастический, на то, что произойдет с Казахстаном в 23-м году. Ну, скажу сразу, катаклизмов, подобных гражданской войне, или, допустим, подобные, то, что сейчас, вот, агрессия России против Украины, таких катаклизмов не будет, это одноизначено. Это вот, ну, мое мнение, конечно, надо добавить, это мое мнение, почему, потому что, для того, чтобы гражданская война была, необходимы какие-то, действительно, глубинные причины, глубинные, какие-то там, предпосылки, вот, я их не вижу, вот, нефть, цене, вот только вот спокойствие, устойчивость, власть будет, какая будет достигать посредством впрыскивания вот этих вот нефтебаксов в экономику Казахстана, вот я пять минут назад про роль вот этих самых фондов там, Азахстана Халкна, я же сказал, что для запекания социального бирта, будут расчехлять и дальше будут втихаря-втихаря будут расчехлять других олигархов, надо же для кого-то на сиденье отдавать, кого-то посадят из олигархов, кто-то из олигархов убежит, висеньшфейд, вот, его имущество здесь раздербанят новые олигархи из нового Казахстана, вот там и что-то перепадет там и простым людям от этого дербана, вот, поэтому, я говорю, катаклизмов, вот именно политического характера, какого я не внук, какие-то, там, не дай бог, природные катаклизмы, конечно, они всегда, возможно, их никто не может рассказать там, я об этом у себя еще лет десять назад писал на фейсбуке, писал, что есть такое понятие идеальный шторм, да, когда там сходятся там много-много негативных факторов в одно время и в одном месте, вот, в принципе, если что-то такое страшное природного характера, ну, или техногенного характера случится, то, конечно, это может стать триггером для и всякого рода политических процессов, и опять же, будут какие-то там народные протесты и так далее, и так далее, но пока так, я не вижу, как это для предпосылов, для, вот даже для, для таких народных выступлений, как прошли, которые в январе этого года, даже для них я не вижу, потому что Тукаев конфилинировал власть, вот мне гражданского общества, особенно та часть, которая фрондирует, оппонирует власти, мы упустили хороший момент, когда раскол былитых правящих был максимальный, сейчас этот раскол, он уже не так, не такая зияющая дыра между этими правящими группами, я повторюсь, Тукаев конфилинировал власть, и поэтому даже таких выступлений, которые были в январе 22-го года, в 23-м году, точно не будет, вот, это мое мнение, опять же повторюсь, да, может быть, будут где-то там локальные выступления, как вы видели, в принципе, уже до последних 2-3 месяца и Таразия, там, где-то там и Джескангане, вот, на устал, город-герой Жан-Аузен, там, как говорится, они там, никогда не давали спокойно жить последние 20 лет, наверное, власти не дают спокойно жить, но такие локальные выступления будут, но общинациональных выступлений я не ожидаю, развития не будет, ну, это однозначно, тоже, вот это я могу с уверенностью сказать, что развития, оно встанет, не будет, почему, потому что я смотрю на действия Токеева, мало того, что он не хочет вводить конкуренцию ни в политической сфере, ни в экономической сфере, мало того, что он до сих пор не перерезал пуповину с Назарбизлом, с Назарбаевым даже, он еще и, на мой взгляд, нерешительный человек, чтобы делать какие-то реформы, очень часто вспоминают слова Алихана, Букихана, служение народу, это не от интеллекта, а от характера, вот у него характер, ну, мягкий, нерешительный, я вот часто тоже, кстати, рассказывал, в 19-ом году ко мне на зону приезжал помощник Токаева, как же, Махсад Скаков, в общем-то сидели на зоне пили чай полтора часа примерно, общались, он говорит, мы вас отпустим, Махсад, если вы пообещаете, что вы не будете участвовать в оппозиционной деятельности, мы вам даже позволим заниматься какими-то там мелкими общественными делами, экологией, там, что-то еще, у вас будет свой куратор в КНД, вы будете, ну, прям так и говорил, ну, я ему сказал, знаете, я говорю, спасибо, что пришли, все это было рассказали, но, если бы я такое обещание мог бы дать, я бы здесь вообще не сидел бы. Ну, вот мы чай попили, ну, перед уходом он вытаскивает из кармана свой телефон, смартфон, вот он говорит, пару слов скажите президенту, ну, это и для меня тоже своего рода доказательство, я встретился там, я говорю, ну, о чем я врагу, говорит, я же неиздоколок, желание, что ты говорил, говорите, меня нет, ну, Махсад, как-то у меня опять попросил, Макс, ну, пожалуйста, и он мне показывает, кстати, он оказывается объездил всех политзеков, на тот момент, который были, политзек, он всех объездил, в том числе, он побывал и у Аарона, Аарон в тот момент еще, это август 19-го года, еще был вполне здоров, и он мне показал, как он снял Аарона, буквально там, секунд 7, Аарон, по словам Аарону, я понял, что он был знаком, по-моему, с отцом Тухаэной, подписатель был, и он говорит, вот меня, говорит, поразило, что ваш отец, даже в те годы, рассказал про Туркестанский регион, про Аарон, говорит, знает все, что он, какой он, придерживает, каких он придерживался, взглядов, меня, говорит, это поразило, буквально 7 секунд, и он вырубает свой телефон, ну, ладно, я говорю, хорошо, давайте скажем, что я сказал только его, я говорю, господин президент, желаю вам успеха в работе, и хочу напомнить старую поговорку, что пропасть в два прыщика не перепрыгнуть, но, что мы видим, что Хантар, это вот та самая пропасть, которую только их не слов перепрыгнуть, он сейчас летит, одно эпикописи, он сейчас летит, если опять же образно говорить, вот поэтому я не ожидаю каких-то реформ от Тухаева, я вот уже свои долги перечислил, а значит, развития не будет, ну, не будет, опять же, я говорю, не будет какого-то катастрофического падения уровня жизни, так оно тоже не будет, ни шапка, ни волка, вот наша арба, старая, сосклить, он так и будет ехать по этой разбитым дорогам, вот примерно вот такой вот у нее прогнеться. шифаева, Продолжение следует...